Без горячего питья, еды и на холоде около 120 крымских татар продержали всю ночь на посту дорожно-патрульной службы на Керченском мосту. Они ехали в Ростов-на-Дону на оглашение приговора фигуранта Белогорской группы по делу Хизбут-Тахрир. Но накануне вечером их остановили под предлогом проверки документов. Как сообщает Крымская Солидарность, в полночь на пост приехали вооруженные сотрудники ОМОНа и полиции. Возвращать паспорта крымским татарам начали к 6 утра. Однако в Ростов-на-Дону их не пропустили. Для того, чтобы поддержать своих близких и вырезать свой протест в отношении тех приговоров, исправлениях осуждений со стороны властью в отношении крымских татар. Сегодня в 10 утра по Москве Южный окружной суд Ростова должен объявить приговоры фигуранта Белогорской группы по делу Хизбут-Тахриры, Нверу и Рези Амеровым, а также Айдеру Джапарову. Российские прокуроры запросили для них 19, 12 и 18 лет колонии строгого режима. Представители международной исламской политической организации Хизбут-Тахрир начали преследовать в Крыму после оккупации полуострова России. Крымских татар необоснованно обвиняют в террористической деятельности. Самопровозглашенные власти регулярно проводят обыски и массовые аресты.